оуу потекло всем привет с вами алексей гончаров будет странное такое немножко видео ну мало ли вдруг кому понравится как это истерий развлечения короче наследство осталось доцел такая камера sony какая-то в общем 20-кратный оптический зум тут не пугайтесь то что сейчас прилиплено Думаю, уже из названия догадались Попытаюсь из этой камеры Ну, я уже пытался, но теперь решил показать вам Вдруг к нам пригодится Делать микроскоп самодельный У камеры 20-кратный зон И есть вот такое увеличительное стекло То есть вот оно Здесь еще в увеличительном стекле были ручки, скобы Чтобы можно было его не держать, оставить Все это дело открутил Оставил только рамку увеличительного стекла И само увеличительное стекло Ну и самый же крепежный материал это сопли Ну, то есть сопли-скотч Ну, я сейчас это все дело Креплю к камере И потом покажу Что из этого В итоге получится Получается Самый настоящий микроскоп Значит, у камеры 20-кратный оптический зон И еще В два раза То есть 40-кратный цифровой То есть получается 40-крат умножаем на 2, но грубо говоря Получаем 80-кратный Зон Практически как микроскоп Включил еще Старый свой компьютер То есть видите, вот на нем сейчас Работает монитор По сути, компьютер нужен Только как монитор То есть если есть телевизор Большой, цифровой Ну, можно в принципе и небольшой То есть компьютер сейчас выполняет Только роль монитора Чтобы подключить сюда камеру В камере есть выход Выход цифровой Выход HDMI И выход еще ДВ Да, вот выход ДВ Но это для оцифровки записи Хороший выход Вот, а это Композитный выход Ну, то есть так называемый Тюльпан Компьютер использую в качестве Приемника сигнала То есть компьютер у меня будет Выступать В роли телевизора Значит, вот этот штекер Вставляю сюда Это, значит, здесь Ну, звук Левый, правый канал И видео То есть компонентный Штекер Который идет на На вход В плату ТВ-тюнера Компьютера То есть вот так это все Будет выглядеть Сейчас нырнул вниз Покажу, куда вставляется Этот шнур Вспышка у меня включена Не пугайтесь Сейчас полезем Взад компьютера, грубо говоря Здесь, конечно, сумасшедшая Путаница из проводов Ну, думаю, попытаюсь Вам объяснить Как компьютер запущен Значит, вот эта плата ТВ-тюнера И вот, получается Приходит штекер Вот штекер Вот с него разветвление То есть тюльпаны-тюльпаны Левый-правый Звук И отдельно Видеосигнал То есть видеосигнал на вход Ну и, соответственно, звук Тоже на вход Вот так выглядит Все сооружения То есть камера стоит на штативе Практически вертикально Книжки выполняют роль подставки Чтобы поймать фокусное расстояние Потому что ловить его тяжело Ну, то есть, понимаете Это не микроскоп Это пародия на микроскоп Но, тем не менее Камера сейчас включена Подключена Значит, вот у меня запущена программа То есть, вот Смотрите То есть, видите, да? То есть, сигнал идет Ну и, по факту Компьютер сейчас играет роль Просто монитора Для принятия сигнала Значит, я сейчас Запущу запись Сейчас все настрою Буду вам показывать монитор А потом на монтаже То есть, то, что запишет камера Я это все делаю Цифрую и на монтаже соединю Чтобы картинка была у вас Не с монитора А картинка была непосредственно Которая записана самой камерой Ну и давайте посмотрим На что способен Такой самодельный Типа микроскоп Включаю запись Так, смотрим Запись пошла Ну все И потом Посмотрим Так, ну и давайте Сначала сейчас Попытаюсь Показать в увеличенном виде А потом посмотрим Что же это было такое В натуральную величину Сможете догадаться Что это такое Либо нет Ну думаю, вряд ли Потому что, если бы мне Такое показали Я бы тоже никогда не догадался Ну вот какой-то лунный пейзаж Какой-то ужас Грубо говоря, да? Смотрим с обратной стороны Что это у нас такое Ну видно, что какой-то Непонятный Непонятный объект Грубо говоря То есть, если бы мне Показали и сказали Угадай Никогда бы не догадался И не угадал Смотрим А это у нас Апельсиновая корка Вот так она выглядит Про увеличение Дальше Берем еще что-нибудь Обычные Обыденные вещи Самые обычные Самые обыденные Пробуем смотреть Догадайтесь, что это Ну скорее всего Ткань Логично предположить Ну вот такое плетение Ворсинка какая-то Разные цвета А что что может быть? Прям канаты какие-то Переплетенные Загласитесь Какой-то ужас Вот какая-то веревка Идет поперек Смотрим А что что такое? А это обычный Носовой платок Дальше Смотрим Что еще такого Интересного Обычные Обыденные вещи Вообще непонятно Что Какие-то пузыри Какие-то лабиринты Догадываетесь? Не догадываетесь? А это обычная Такая вкладка Которая лежала В комплекте с чехлом Для телефона Ну такая Мягкая пороломка Еще какие-нибудь Обыденные вещи Что же это такое? Смотрим Сейчас резко сниму О Догадываетесь Что это? Я точно не догадаюсь Ну хотя Какие-то волокна Что-то зеленое Что же там может быть? Смотрим А это обычная Бумажная полотенца Дальше И в конце Забыл сказать В конце покажу Для чего же я собрал Этот микроскоп Так что Кому интересно Досмотрите до конца Для чего я его Собственно Придумал Потому что То что я хочу Глазами рассмотреть Без такого Увеличения Рассмотреть невозможно Ну тоже скорее Какая-то бумага Такая Глупая Это обычная Туалетная бумага И вот так Так она выглядит При увеличении А теперь Самое интересное Ну не самая Но часть интересная Пробуем Смотрим А что же это у нас такое? Какие-то крючки Причем такие острые С такими зацепами Сумасшедшие Сумасшедшие А что же Что может быть? Что же это такое? Кто-то догадался? Сейчас на камеру попробую А это одна часть липучек То есть вот Манжета Томометра С липучкой С липучкой Так Сейчас Снова настроюсь Заодно вы увидите Как настраивается Зум Ну то есть Я думаю Видно вам Эти крючки При увеличении А теперь вторая часть Это ответная часть Липучки То есть То за что Крючки цепляются Это все состоит Из самих петелек То есть Вот такой вот Лабиринт Переплетение Жуткое Смотрим на камеру То есть Вот Лабиринт То есть Это ответная часть Манжеты С липучкой То есть Слышно? Так Что еще Интересное Теперь Покажу Кое-что Когда я увидел Это сам Первый раз Я подумал Что я ошибся Что я ошибся Казах Это Что я ошибся Я ошибся Остяженно Какой-то забор, что-то непонятное, какая-то решетка, а это, это тестовая страница распечатанная на принтере, пока еще были цветные картриджи остались, то есть сначала я показывал вот эту решетку, потом вот это, потом вот это, сейчас посмотрим еще на тестовую распечатку, то есть вот это тестовая распечатка цветных картриджей. То есть страница проверки распечатки, желтые чернила, синие, то есть вот так картридж печатает на самом деле, так это все выглядит при увеличении. Если посмотреть, то печатает на самом деле при увеличении, если посмотреть, не очень аккуратно, можно сказать. Доказательство этого, сейчас я вам покажу, это то, чего я, если честно, когда увидел первый раз, немножко уфонарил. Смотрите, какое количество точек, и точки как будто наплеваные, а все разные стороны, то есть точки, точки, точки. А что же это такое? Сейчас я вам покажу. Удивитесь. Опа! А это лист с распечатанной миллиметровкой. И вот видно, какое качество печати. Так, ну давайте посмотрим еще что-нибудь. Как выглядит, например, человеческая кожа при таком увеличении. То есть это я вам показываю сейчас увеличение указательного пальца на руке. То есть можно рассмотреть те вещи, которые никогда не увидишь. Вот это я вам показываю, как выглядит ноль. Как выглядит часть отпечатка пальцев. Надо резкость поймать. Вот это борозды с отпечатками пальцев. Сейчас я вам покажу, что я показывал. То есть вот отпечатки пальцев, вот здесь ноготь, вот здесь кожа. Так, теперь давайте посмотрим еще что-нибудь привычное, которое будет выглядеть непривычно. Догадываетесь, что это? Думаю, догадались. Так выглядит перманентная марка. Сейчас попробую. Интересно, будет видно, как он пишет или нет. Ну, думаю, видно, как чернила переходят с маркера на бумагу. Кажется, такое огромное пятно. Просто огромное. А на самом деле оно крошечное. На самом деле оно такое крошечное. То есть вот, что я вам показывал, что рисовал. Так выглядит маркер. Так он пишет. Давайте возьмем еще один маркер. Просто в интересах. Так. То есть, поймать резкость. Просто так касаюсь маркером, и вот видно, как чернила прям заполняют бумагу. Прямо они выливаются из маркера. Ооо, прикольно. Ооо, прикольно. Прикольно. А сейчас покажу, какого размера получилась точка. Кажется, что точка такая огромная. А на самом деле вот такая плямка маленькая, крохот. Вот она, прикольно. Так, давайте теперь посмотрим, как тоже выглядит такой привычный пиво, которым пользуются все. Ну, думаю, догадались, что это обычная шариковая ручка. Не стержень шариковой ручки. И тоже, смотрите, такое ощущение, что из ручки выливаются чернила. Сейчас я касаюсь, и бумага прям впитывает эти чернила, силы. Прикольно. А теперь посмотрим, что на самом деле, какого размера была эта кроха. Это огромная, огромная пятна. А вот она, вот такая малюсенькая. То есть вот, что я вам показывал. Ну да. Так, ну и давайте еще посмотрим еще на один обычный предмет. Сейчас посмотрим, как выглядят пиксели мобильного телефона под микроскопом. Поскольку у нас свой телефон я записываю, то возьму другой телефон. Вот картинка на экране. То есть вот телефон, вот картинка. Ну, если попытаться рассматривать пиксели обычным взглядом, без каких-то приспособлений, то ничего не получится. Потому что пиксели настолько маленькие, что увидеть их невозможно без увеличения. Ну, вот каждый квадратик это пиксели. Поскольку картинка зеленая, то в основном здесь. Так, это я поменял картинку. Видите, цвета изменились. Вот другая картинка. То есть так выглядят пиксели. Картинку меняю. Цвета пикселей меняются, потому что картинка другая. То есть вот покажу вам, какая картинка была сейчас. То есть вот такая картинка. Покажу здесь. Вот так выглядят пиксели на экране мобильного телефона. Ну, а теперь покажу вам, для чего собрал такой чудо-микроскоп. Что хочу в нем увидеть. Оттуда смотрел до конца. Итак, это картридж. Ну, и сейчас попытаюсь вам показать то, для чего собрал. То есть хочу попробовать сделать эти картриджи, которые я говорил. А пытаться сделать их, так сказать, вечными. И сейчас хочу вам показать, в чем проблема, почему они вздыхают. То есть мое предположение, которое я рассказывал в своем большом видео, полностью подтвердилось. Максимальное увеличение. Ну и вот смотрите. То есть, сейчас сделаю увеличение поменьше. То есть вот это картридж. Вот здесь дюзги, где блестящая поверхность. Вот это шлейф, который подводит сигналы к дюзам. И поскольку вот здесь между шлейфом и дюзами ничего нет, туда проникают чернила и разъедают дорожки. И сейчас еще раз увеличу. И покажу то место, где разъеду дорожку чернилами. Так, сейчас будет игла в кадре. Игла шприца. Не пугайтесь. Такой глядит игла шприца. Ну, это, я думаю, вам видно. То есть вот дорожка, которая приходит, и вот здесь темная плема. И скорее всего, вот эта дорожка, ей либо хана, либо она замкнула, эти дорожки между собой. И поэтому этот картридж сдох. То есть здесь более-менее нормально. Вот с этой стороны, то есть часть картриджа, она не работает. Здесь, в принципе, дорожка нормальная. Это я иду в другую сторону, откуда сюда он приходит. То есть, это шлейф пошел вниз. Это сторона со стороны, со стороны шлейфа, со стороны контактных площадок. Ну, и в другую сторону. Ну, а так выглядят дюзы. Вот смотрите, насколько маленькие отверстия. То есть вот игла, игла шприца. И сравните размер иглы шприца с дюзами. То есть дюзы настолько крохотные, что я даже не знаю, с чем их сравнить. Ну, в общем, вот так. Вглядеть это, вот это увеличение, увидеть. Никакими увеличительными стеколами у меня не получалось. То есть до тех пор, пока я не собрал такой импровизированный микроскоп. Вот. То есть вот так выглядит картридж. Покажу на эту камеру. Вот картридж. И игла шприца. То есть вы видели, как выглядит игла шприца. Вот такое бревно, грубо говоря. В общем, вот такое чудо-юдо. Запись я остановил. Значит, если будете делать себе нечто подобное. Ну, понятное дело, если будет у вас линза с большим увеличением, либо еще один дополнительный объектив, это будет только лучше, поскольку будет больше увеличением и лучше будет видна картинка. Нужно, это я поднял уже потом методом, так сказать, научного тыка. Нужно, чтобы совпадали оси. То есть оптическая ось объектива и оптическая ось увеличительного стекла. То есть если оно сдвигается сюда, картинка получается сильно размытая. Очень тяжело поймать фокус. А вот когда настроил, ну, то есть видите, что примерно оно посредине, примерно в уровень выпирает на сяльника, то тогда видно более-менее. По факту можно, конечно, собрать, по идее, такой микроскоп. Можно собрать с любой камеры. То есть вот у меня есть фотоаппарат. У меня 12-кратный оптический зум. Но проблема в том, что он немножко дебилкувата, этот фотоаппарат. 12,5-крат оптический зум. Ну, и там цифровой 25. Но, HDMI выхода не с дом. Но у меня нет, к сожалению, шнура HDMI. По идее, в принципе, можно, если его подключить, опять же, к телевизору, либо к монитору компьютера, то можно точно так же на вот эту линзу, если приклеить, ну, каким-то образом закрепить на вот эту часть объектива, закрепить увеличительное стекло, допустим, на двухсторонний скотч, там еще как-нибудь. То, по идее, из этой камеры тоже можно сделать микроскоп. Микроскоп будет лучше, чем с той видеокамеры. Потому что здесь разрешение матрицы все-таки 16 мегапикселей. А там на видеокамере разрешение матрицы, только не смейтесь, 320 на 240 точек. То есть там 0,1 мегапикселя, грубо говоря, разрешение. Или 0,2. Вот. Но у меня нет HDMI шнура, нужен HDMI шнур. Вот. Если HDMI подключить, то, по идее, оно будет работать. Но, опять же, это еще зависит от поведения камеры при подключении кабеля HDMI. То есть это только методом тыка. А вообще, если у вас есть видеокамера, есть HDMI-выход и есть HDMI-кабель, то можно запросто подсоединить на объективы, либо дополнительный объектив, какое-то увеличительное стекло, и будет супер-супер микроскоп самодельный. Ну, короче, такое видео. То есть вот эта камера. Разрешение у нее, как уже говорил, 320 на 240 точек самой матрицы. Ну, за счет оптики картинка получается, в принципе, более-менее. Понятное дело, что на 21 век это уже не канает, не катит. Но с точки зрения вот такой игрушки, можно запросто попытаться сделать себе такой самодельный микроскоп. В общем, кому видео было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии, что думаете о таком микроскопе. Понравилось вам, не понравилось то, что я вам показывал. Ну, если вам интересно, пишите в комментариях, что хотите рассмотреть. Если будет интерес, увижу, что таких комментариев будет много, больше 10, то тогда ничего не стоит сделать, собрать еще раз такое чудо-юдо и записать уже видео по вашим пожеланиям, рассмотреть что-нибудь под микроскопом. В общем, как-то так. А когда буду пытаться делать то, что хотел с этими картриджами, ради чего я вам это все и показывал, то обязательно запишу видео. С вами был Алексей Гончаров. Ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете. Жмите лайк, колокольчик, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы приходили уведомления, если хотите увидеть продолжение. Всем спасибо, кто смотрел. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok